Вот, чуть началось, и вот вся стена мокрая, и потолок уже плесенью пошел. Но мы уже два года живем, вот такая ситуация, два года. Как мы взяли в ипотеку эту квартиру, и АЖ, он ничего не предпринимает. Сколько обращались, уже ругаемся, там двое. Не крыша, а реши то. Пятиэтажке 60-х годов постройки нужен ремонт и срочно. В Краевом Минстрой с этим согласны, но коммунальщики проблему не решают. Они вот, видите, они сделают, привезут вот с листочек, материал, и чуть-чуть замазали и поехали. И кто делает, ремонтирует крышу? Слесарь, который ничего не умеет, к тому же еще и больной человек. У этого дома и без того непростая судьба. 1969 год. Здание треснуло и, по словам жителей, начало проседать. Двухтысячный взрыв газа в одной из квартир. Погибли люди, часть дома буквально отстраивали. Тогда же, уверены жители, дом просел еще больше и пострадали уже трубы канализации. Там что-то с трубой и постоянно ее рвет. И оттуда все каловые массы, все к нам подъезд. Наш подъезд самый такой уязвимый. Но воняет так, что доходит даже до четвертого подъезда. Все двери открывают, ничего не помогает. Отвечает за дом управляющая компания ООО «Лидер». Дозвониться до нее не удалось пока. Указанный телефон отключен. А на сайте реформа ЖКХ сроком капремонта стоит 2028 год. В списке работ и крыша. Чтобы не мокнуть все эти годы, эксперты советуют взяться за проблему самим жильцам. В данной ситуации у собственников нету иного выгода, кроме как дополнительно финансировать работы по полной перекатке всей кровли. Для этого необходимо обратиться либо в управляющую организацию, либо в частную подрядную организацию, которая составит смету на проведение данных работ. И уже собственники на общем собрании примут решение о включении прочих расходов в квитанцию или же увеличении тарифа на данную сумму, чтобы не отремонтировать кровлю. Что же касается прочих недостатков состояния фундамента и стен, то и здесь все в руках жильцов. И в таком случае юрист рекомендует провести полную экспертизу. Результаты нести в городскую администрацию и добиваться уже аварийного статуса дома. И надеяться на расселение. Но за такую экспертизу жителям, скорее всего, придется платить самим. Илья Кочетков, Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком.